Истина то, что человек невластен даже над своей волей. Здравствуйте, дорогие дамы и господа! С вами, как всегда, я, Делюшка Борода. И сегодня мы с вами поговорим, пожалуй, про автомобиль, который вы уже знаете практически все. Ибо в Сибири это, можно сказать, что такой вот всеобщий национальный автомобиль, национальное достояние. Ибо в Новосибирске, не имея что-то подобное, проехать невозможно. Да и в Красноярске, собственно говоря, зимой, скорее всего, тоже. Вы уже, конечно же, знаете все названия этого автомобиля в простонародье. Там, Форик Турбосимьянин, Универсал повышенной проходимости. Также вот эти вот все его названия. Да это просто большая импреза Универсал с большим багажником. И вот это все. Но, скорее всего, вы автомобиль в таком состоянии, с такими плюшками-приколюшками, скорее всего, вы его просто не видели. Поэтому, конечно же, очень рад вам представить Subaru Forester. Да, мы точно такой же гнались. В Владивостоке, двухлитровый, в 95-м, нахуй. Я, блядь, похудел, я, блядь, блядь. Блядь, помещение, ты так вот, ты, ну, не усохся, конечно, до конца. Но я пытался, блядь. Что так-то вообще, локко. Ну, понял я, у меня Субу купил, там я в ковши не помещался, мне похудеть пришлось. Ну, просто потому что в Чайзер-то я могу еще ковш большой найти. А что я Subaru-то найду? И что я туда запихаюсь? Дамы и господа. И, конечно же, ладно, давайте, короче, на чистоту, да. Вот эта тачка колесит по Красноярску уже достаточно очень давно. Надо сказать, что вот вся моя любовь к кузову SG, вот благодаря ей. Я, когда первый раз эту тачку увидел, такой, ну, знаете, вот эти ребята в больнице лежат, которые у них стекаются. Вот ровно так же. Потому что я не знаю, что в этих линиях, как, почему, почему именно на этих колесах с этим обвесом, с этим капотом, вроде бы, да, жабры. Я не любитель вот таких вот перегрузов деталей, когда у тебя и вот этот вот скворечник тут стоит, и жабры, и все это, и куда, и можно было бы вниз перенести интеркулер и нормально настроиться. Но, когда я его увидел, почему-то я заболел именно этим кузовом. Если вы вот на особо работческом этом языке, если говорить, есть же рестайлинговая морда у этого автомобиля. Это вот, как его называют, бык, бычара, бычу-чу-чу, что-то куда-то там. Короче, вот все-таки на него говорят, какой красавец, ты урод. Ну, просто, это уберите, пожалуйста, что за фейслифты в обратном направлении. Ну, что вы делаете-то? Но, что мы имеем в этом автомобиле? Сти-сидение, сти-руль, у нас под капотом 2,5 литра турбо, турбинка Кунигава, шестиступенчатая коробка передач, конечно же, тормоза Голды. Любителям Субару это о многом очень весь этот спек говорит. Ну, что, карамельные мы, поговорим о наболевшем. Все вы прекрасно знаете, когда покупаешь, например, тачку с рук, с каких-нибудь, там опять валяются вот эти, особенно перекупы, любят силиконовые коврики. А не вот это вот, знаете, которое похоже на подстилку нью-йоркского бича. От нее еще воняет так же, она по-абсолюту вот выглядит просто беспонтово. Или, например, вот расскажу вам просто ситуацию из моей жизни. У нас свежий продост, мы на нем катаемся, ездим, там лежали стандартные коврики. И какая в них проблема? Во-первых, с какого-то перепугу тойотовцы начали очень сильно экономить на ворсе. Потому что, если это старый японец, там вот такой вот домашний, там кота можно было в этом ворсе потерять. Вот такой высоченный просто. Опускаешь ноги, они у тебя как будто на облачке. Но нифига, тойотовцы начали делать какие-то беспонтовые коврики, которые через три года начинают крошиться. Ребятки, выход из этой проблемы, конечно же, есть. Есть замечательные ковры производства Довкар. Объясню плюсы, реально плюсы. Во-первых, смотрите, здесь у нас очень интересная структура. И когда вы едете, я, короче, очень большой вот этот вот борец с пылью. Я ненавижу дышать пылью, которой у нас с ног мы сели, там, потонули немножечко в болоте, прыгнули обратно в машинку. Все у нас с ног сыпалось, жара, все высохло, начинаешь этой хренью дышать. Это особенно касается вот этих силиконовых ковриков, которые без каких-либо вот этих вот бортиков, чего-то, печку включил. Все, вся пыль в машине. Вот эта вот, которая была вот на коврике, вся в твоих ноздрях, вся у тебя вот здесь вот сидишь, дышишь. Фигня. Вот эта структура позволяет им задерживаться. Сколько она удерживает воды и какие имеет реально суперспособности, это просто офигеть. Был один раз, был один раз, когда огромный стаканчик фрапе, кофеечек холодный, если кто не знает, со льдом, падал на этот ковер у меня в продосе. И все равномерно распределилось. И я вышел, просто что сделал. Вот так вот я сделал, как это обычно бывает. И все, соответственно, ковричек чистый. Кстати, если что, что касается цветовой гаммы. Сами прекрасно понимаете, что мало того, что здесь абсолютно разные цветовые гаммы, любые можно сделать, фиксаторы, между прочим, не бесполезные. У тех, кто любит вот лесгинку танцевать на полу, все прекрасно знают, как эти коврики, точнее не эти, а коврики стандартные, которым некуда зацепиться, забиваются под педали. Решение офигенное. Да, кстати, еще. Что, кстати, касается фиксаторов. Цвета абсолютно разные, каемочки абсолютно разные. Можно выбрать все, что угодно. Там более 500, 500 цветов. 500, да именно, мы можем абсолютно все сделать. И еще, кстати, на каждую тачку, у которой есть эти фиксаторы стандартные, они предусматриваются. Например, как у меня в парадосе. Защелкнул, повернул, все замечательно, коврик никуда от вас не убежит. Да, и еще, мало того, что абсолютно разные цвета, так еще можно заказать с любым лейбликом. И что вы думаете, я сделал в этот замечательный день? Я договорился с ребятками из Довкар, что по промокоду Борода будут скидочки. Вот промокодик, если что, туда при заказе вводите, будет скидочка. И да, кстати, самое приятное, оплата при получении никакого наедалого. И, между прочим, Довкар дает вам при заказе эти ковры на 30 дней. Если что-то вас не устраивает, можно ченч в обратную сторону повернуть. Так что, правильно, дамы и господа, пользуйтесь, кайфуйте. Ибо, ну, у меня целый год они катаются уже в парадосе. Пережили зиму, пережили потопление в болоте. И, в принципе, ну, ногами я ширудю там, ой, эй, нэ, нэ, нэ. Так что, что, правильно, ссылки в описании. Проходите, пользуйтесь. Немного, если раскидать о всех тех самых вопросах. Конечно же, самые активные из вас уже написали 87-ю шутку про четвертый цилиндр. Про то, что 2,5-литровый мотор греется, конечно же. А там же ничего не поменялось. Как и ваши комментарии, ровно первому форику, снятому нашему на канале, он никоим образом не поменялся, этот ваш первый комментарий. Там что? Тук-тук-тук. Кто там, конечно же, где там что-то вот это вот? Лучше что-то как-то прелюбодействовать со стеклотарой, чем купить себе, ну, сами знаете что. Ну, вот, то есть, вот эти шуточки я уже жду от вас. Если откинуть все это дерьмишко подальше куда-нибудь на канал и других ребят, то, в принципе, что мы получаем в сухом остатке? В сухом остатке дизайн этого кузова до сих пор я для себя почему-то ощущаю актуальным. Да, это не самые лучшие салоны, да, это не самый лучший пластик. Да, все владельцы Subaru, они знают, по-моему, курс двухстороннего скотча из плена, как никто другие, потому что все это говно нужно проклеивать, прошумливать. Ну и, конечно же, вот эти Subaru музыканты. Я не знаю почему, с чем это связано, но больше музыкантов, чем на Subaru, я, конечно же, нигде не видел. Потому что если у тебя импреза не едет, форик вообще никуда не тащится, что нужно сделать? Правильно, рупора, врезать все везде, двери лепить, стеклотканью самому обмотаться, 28 дней чесаться, вот это и вот, чем же они там лепят-то, вот это и вот, не по эпоксиполам ли этим вот этим, вот все это замазать и у тебя музыкальные двери. Не знаю почему, как это работает, но, тем не менее, это так. Что же касается, в принципе, трансмиссии, нетрансмиссии, моторов, это уже тысячу раз проговаривалось, что, конечно же, можно сюда поставить любой абсолютно двигатель от Subaru, мне кажется, вплоть до самых современных, включая Levorgo, там нихрена не меняется. 2,5 литра, 2 литра, 1,6, какая разница, все можно прикрутить, все оно поедет, вопрос только в одном, сколько вы отдадите своему электрику? Ажи-Зет. Жи-Зет? Жи-Зет можно ставить? АРБ. Без проблем, это же Subaru, там подкапотка, она что вширь, что понял, что высоту, что вот во всех вариациях, а все, что хочет ставить, хоть VR засунья, но один с** поедет. А застучит? Конечно, это же Subaru. Что касается, собственно говоря, достижений спорта, казалось бы, мы с вами сейчас рассказываем вам про семейный универсал-то, это рассады, диваны, холодильник, теща, сзади засунь, там на дач поехать, нифига. А поскольку вот это вот Subaru Sibirsk, я правильно произвел? Новосибирск или Subaru Sibirsk? Я уже даже не знаю, как их называть. Мы знаем, как минимум, что там существует Forester в кузове SF5 на трехлитровом моторе турбо-версии, также там есть драговая версия, по-моему, SF-а, да, точно SF-а. Ну и, конечно же, поскольку я стал немножечко к Subaru ближе и завладел своей ГДБ, познакомился с некоторыми настройщиками, пришлось везде на них в соцсетях подписаться, есть такой замечательный человек, КПРНСК, ну, субаристы, собственно говоря, все его знают. И, насколько нам известно, то у этих ребятишек существует самый быстрый Forester в таком же кузове, который, с**ка, едет квотер 9,2. 9,2. Для людей, которые не обладают какими-то навыками, знаниями и не фанатеют за драг, это писяц, как быстро. Блин, сколько у этого Subaru мощности-то, а? Он 2GZ съедает на дистанции. 9,2. Новый рекорд мира. Рекорд обновлен. 9,242. Америка, плачь. Ну, прям очень быстро. Прям вот уже это не гражданская машина. А я еще видел, если там посмотреть видосики с Инстаграма, как эта штука прыгает с разгона, то такое ощущение, как будто там не только товарняк в задницу влетает, но и ракета Илона Маска как минимум. Так что, выводы делайте сами. Понял, короче? Вот я сразу же раскусываю, что с коробкой. Потому что у меня... Вот сейчас мы подзакроем окошки. Короче, у меня вот коробка от... Получается, ГДБ, которая здесь и сиди, и с рядами от ГРБ. Я понимаю, что это, бля, просто набор букв. Но, типа, у меня первая, она за 80 улетает, а здесь вот эта вот дрожь с передачами происходит, когда ты такой, ммм, вторая, 80, дааааа. Не, это чисто моя комфортная, дискомфортная тема. Субаристы, конечно же, все уже привыкли. Здесь-то и трейка ровно такая же, как у меня в ГДБхе с минимальным количеством оборотов. Это очень упрощает езду в городе, и очень упрощает езду по парковкам. Если так, да, вот вы сейчас у всех вот этих вот ребят, короче, которые такие, типа, бля, а где багажник? Мы его показывали столько раз на канале, что я, по-моему, свой турик столько раз не показывал. Багажник, бля, всем так важно количество литров, что песец. Вы куда эти литры возите? Я не понимаю. Вы на дачу, бля, на куда вообще? Сколько у вас, сколько? Просто вот те самые недовольные. Напишите приемлемое количество литров для багажника. 400, 700, сколько вы хотите литров для багажника, чтобы у вас было? Мне просто интересно. Еще, знаешь, очень интересная темка есть. Вот самая, пожалуй, интересная и незамысловатая. Я тут, короче, прикинул. Вот на данный момент, на данный момент все японские тачки, мы же, я объясню, вот вам всем кажется, что я вам сейчас опять тысячный раз про одну и ту же машину рассказываю. Ну, типа, прям одна и та же машина, кузов не меняется. Ну, то есть, это мы бы сейчас сели просто на какой-нибудь, грубо говоря, морчок. Ой, ну какой блогчик. Он, знаешь, такой, типа, я, типа, свои бабки отработаю потом. Нет. Все японские тачки нереально подорожали. И то есть, на данный момент купить такого форика сейчас, ну, меньше 750 вообще нереально. Нереально. SG в хорошем состоянии, в приемлемом. Вот, вот, вот та самая штука, короче. Ты в поворот едешь на нем, кажется, как на продосе. Мы сейчас перевернемся. А он такой, не, мы едем в поворот, нормально все, братан, ты не переживай. А ты такой, да не, перевернемся все-таки, ну же, ну, че, че мы, перевернемся все-таки. Я сейчас вообще даже боюсь представить, сколько за него денег просить, потому что, ну, как бы в такой конфигурации, такую тачку продать практически нереально. Хотя, на самом деле, реально, есть еще ценители этих машин. Кто-то же Evo покупает за два мульта. Ну, типа, 2007 года тачку Evo. Два мульта, пожалуйста, вот. Что хочется сказать-то в первую очередь? Знаете, есть тачки-панторезы. Вот. Ну, когда ты, короче, знаешь, ты вот головой понимаешь, что дерьмо делаешь. Ну, типа, X покупаешь старого? Или вот ты покупаешь себе E-шку, у нее уже пороги там отваливаются, рейка уже 28-я стоит, краденая. Или тот же самый 1.8 там этот бедный, который капиталили всеми гаражами мира. Вот это вот ты покупаешь? Ну, чисто попонтоваться. Или там Audi Q7 старенькую, вот эту, которая уже на рогах. Или рейндж-ровера какого-нибудь. Тебе вот денег на 4.2 не хватает, ты купил себе 4.4. У тебя там передний этот мост отхлебывает. 4.4 ваносами уже боссался в 80-тысячный раз. А ты такой, ну, я зато вот, короче, к телкам такое подъезжаю, у меня рейндж-ровер. Братан, эта тачка вообще не про это. Это то, что вот, знаешь, мне кажется, универсальнее, чем Subaru машины не существует. В том плане, что это и очень хороший вариант перевезти холодильник. И нехреновый вариант построить себе, например, драгового корча. И надо сказать, что зимой я на этих штуках боком ходил. Это забавно, что пипец. Ну, вы когда-нибудь между двумя столбами проезжали просто на прямых колесах. Но, типа, вы делали это боком. Я один раз делал, мне, я чуть, у меня все внутри сжалось, там, все, что у меня есть. Ну, я прям в объеме был. Только у тебя марк. Так у меня Subaru, типа, зимой была, я на ней катался. Погоди, воин, ты войнуешь не в ту сторону. Я вообще не в ту сторону войную. Войную, войную не в ту сторону. То есть, это тачка, которая может принести огромное количество удовольствия, и при этом на ней ты реально получаешь тот пакет драйверских вот этих вот приколдесов, которых тебе хватит, ну, очень долго переваривать, пережевывать и в них же совершенствоваться. Мне кажется, мне кажется, ладно, я имею такое предположение, что какой-нибудь хороший форик на хороших стойках и шинах может обосрать, короче, какой-нибудь вот аккорд в кольце. Ну, вот это война, короче. Аккордио, они же кольцевые, писец. Вот все аккорды, они кольцевые сразу же. Если там Сир, если там вот это Евро-Р, он кольцевой автоматически. Ну, это мое предположение. Я могу ошибаться, я не кольцевик. Нет, смотри, ну он уверен, например. А, там Камикадзе дальше. Не зря назвали этот поворот так. Но у нас здесь голды, а это значит, что мы остановимся перед этим Камикадзе. Не, самая тема, знаешь, что, короче, катаешься, катаешься, катаешься. И я так спокойно себя в нем чувствую, как дома. Сидения вот эти домашние, синие. Не, прикол-то какой. Пацаны, реально так и получается, что вот подобного рода автомобили, они не для тех, кто хочет вот эти вот понты крутить, а тот, кто знает, зачем ее покупает. Эх, когда-то, когда-то можно было купить такой форик, турбо, там, двухлитровый, еще там на каком-нибудь 205-м моторе за 450. И в те золотые годы я купил себе В-шку. И был таков. Но время идет, и хочется сказать, что эти вот, вот эти вот пацаны, они уже просто становятся на постамент редких автомобилей. Можно, конечно же, купить абсолютно любого форика, абсолютно там, альтернативные автомобили, там, те же самые аэртреки, аутбеки, турбо, шмурбо, короче, все это можно купить. Ну, блин, какой же вот все-таки он кайфовый. И вот в такой вариации я, типа, даже спорить не буду, что это не кроссовер, а универсал повышенной проходимости. И я бы даже сказал, что универсал повышенного ускорения. Знаешь, он такой, тут еще 2,5 эти, вот сейчас не боевая настройка? Он, типа, едет, ну, так себе, вот просто городской. Главное, его же еще и не перегреть, они же все страдают перегревом. Это же 2,5 мотор. Что-то тут, что-то где-то, а, это мое очко вибрирует, господи. Опять перепутал, я думаю, что-то отвалилось. Вот что ты думаешь по поводу вот таких форей? А? Нет, тут, кстати, я тебе так чисто скажу для прикола, тут второй мотор стоит всего лишь. Что, Мамонт это? Мамонт? Ну, старая же тачка. Мамонт? Ну, да у меня дед такой с Владивостока пригонял, 2-х литров. Мы на нем так спилили вообще, наверное. Цена у него скоро была? Не, ну, типа, вот лям. Скоро, б***ь, за семечками пойдешь в лям. Так всегда. И вот, вот ты, типа, вэшку покупал, вот, б***ь. 250 я отдавал за вэшку. Ну, типа, свою первую я вообще, когда покупал, 180. Я девятку продал, девятку на шестнаре продал. Я пошел, вэшку купил. Вэшку, б***ь. Девятку, б***ь, продал. Я даже из ларька, вот, где это, оформление ДКП не выходил, б***ь. Вэшку купил. Ты сейчас девятку продашь, куда ты, б***ь, продукты себе пожрать купи, б***ь, какая вэшка. Масло там, б***ь, растительно, пельменей. Так и в этом вся беда-то есть, все дорожает. Так я вот, да, знаешь, я типа, смотрю, что снимать, братан, что снимать? В Красноярск приезжаешь, ну, с Владивостока. О, подожди, нас тут сейчас... Подождите, это настройщик главный. Как боевой... Давай, как? Вот, нам, короче, боевую прошивку включили. Сказали, вот, типа, на этом езжай. Вот это сейчас что-то пошло! Но мы на нем так потихоньку... Вот, слушай, она прям интереснее поехала. А, ну что, у нас спидометр кончился, что там оно? Нет, ну, интереснее же, интереснее. Это мы, это там эконом типа версия была, чтобы ты экономишь, когда... Как Prius на газу примерно. Какие втроки на дороге хорошие? Втроки на дороге замечательные, мне нравится. Ты прям, вот сейчас ты прям его нажимаешь, он такой... В поворот даже, сыкот, нажать стало. Вдруг андерстир поймает. Я ловил зимой, правда. Не, круто. здесь и прибор кости но надо сказать что вот эти это же вот все про это так собственно говоря если так-то раскидывать дальше до пацанов становится меньше пацанов надо брать потому что вот мне кажется это прикольное вложение возьмем например чисто моя финансовая схема братан короче смотри типа вот эта тачка сейчас стоит в районе мульта в районе мульта можно взять рейджа пятилитрового на компрессоре спарта да ну 510 и так здесь 280 по pts ты короче раскидываешь что даже если там по налогам то выходит что вы беднее брать вот эту тачку потому что по налогам в красноярском край ты за нее заплатишь всего от 28 косарей и так если учесть всю всю вот эту вот хрень в инфляции если учить то вот эта тачка дорожает быстрее чем дешевеет range rover который ты придурок купил я достаточно правильно донес да это дрогина братан ты чё палец то да у нас чё у нас тормозить сильно поздно начали разгоняться сильно поздно братан и тут еще резина гофом стоит она я таким не доверяю есть короче у меня братан такое видео шо вот ты сейчас посмотрел да это и у тебя сложилось возможно мнение что мы начали вообще в принципе этот видос и эту тачку начали снимать только потому что я на не хватил покататься частично это правда я как бы что что вы хотите услышать от человека у которого турик и subaru стоимость обслуживания и то и другое у этого еще и мотор 255 257 это еще к больше стоит чем 207 это если вот это покупать это у меня даже 207 не денег отремонтировать а тут вообще можно не то чтобы без трусов без волос на лапке остаться я вам отвечаю не ну потому что это немножечко другая история под братан это вот это та тачка которую ты покупаешь сердцем а не жопой и не кошельком это тебе не финик fx 35 который просто зачанировал поставил диски большие себе тормоза там какие-то ну чтобы тормозить же на нем все-таки надо как-то ну там прицеп надо к нему нужно же хотя бы сумку в чем-то возить там багажнике вообще места нет а нужно еще убить какую-то короче лесу потому что у финика же там прыщами покрывается это передняя панель беспонтовая мультимедиа короче тут проблем меньше чем финики мне кажется он же еще мотору любит складывать не ну это реально лучше получается особо так что ребятки чтобы я вам хотел рассказать если хочется надо брать а иначе моменты уже как бы вот сейчас те ребятки короче которые ко мне подходили пять лет назад и говорили братан давай там купим вышку там за 350 там я еще подкоплю там вот и они куда-то пропали они сейчас бегают до сих пор и братан сейчас купим мы вышку так что если хочется надо брать только так с вами был я девушка борода до скорой встречи subaru это жених и про турбины автоспорт это говно это же проверки всегда веришь что не застучит иначе это работа